Назарбаев Унікальному спортивному об'єкту Сам по себе атлетический центр Назарбаев университета Многофункциональное спортивное сооружение С олимпийским бассейном и паркетной ареной на 660 зрителей Общей площадью 19 тысяч квадратных метров Также здесь имеются сквош-корд, зал единоборств, тренажерный зал и зона фехтования Инфраструктурный объект смогут бесплатно посещать люди с ограниченными возможностями Для этого здесь также созданы все условия Атлетический центр сосредоточился на спортивной генетике С помощью исследований специалисты будут определять вид спорта более подходящий человеку Через генетическую предрасположенность прогнозировать будущие успехи чемпиона За основу казахстанские функционеры взяли опыт зарубежных коллег Ни для кого не секрет, что в Америке университетский спорт очень популярен и престижен Выступая за университетскую команду, можно получить высшее образование бесплатно Или лишь частично его оплачивая Университетский спорт очень популярен и освещается в прессе и на телевидении Прекрасные спортивные сооружения, например, баскетбольные стадионы На 25 тысяч зрителей всегда имеют аншлаги Университеты имеют доходы от рекламы на спортивных чемпионатах И поэтому для большей зрелищности они заинтересованы в подборе сильных игроков Все университеты разбиты на три дивизиона по спортивному уровню И чем выше дивизион, тем выше уровень спорта Ежегодно за университетские спортивные команды выступают почти 500 тысяч спортсменов Которым оплачивается спортивная стипендия в общей сумме более чем 1 миллиард долларов Это покрывает расходы спортсмена на учебу, жилье и питание Все, что связано с занятиями спортом, тренировками, участием в турнирах и соревнованиях Спортивной экипировкой также полностью оплачивается С командами работают сильные тренеры Часто команда выезжает на соревнования в другие университеты На тренировках и соревнованиях постоянно присутствуют врачи и массажисты Созданы все условия, чтобы повышать свои результаты и успешно выступать на соревнованиях Вот и в Назарбаев университете планируют вывести отечественный университетский спорт на абсолютно новый уровень Век технологий сегодняшних спорт больше не является, как раньше любили говорить, искусство Это уже наука, и наука точная То есть основные 5 физических качеств человека уже поддаются измерению и оцифровке И идея следующая У университета Назарбаев есть партнеры, у которых есть также спортивные программы Лавбор — это такой вот эталонный университет для нас Он подготовил на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро для сборной Великобритании 27 участников Которые принесли достаточное количество медалей Почитали, что благодаря этому университету Великобритания в тех Олимпийских играх занял не 16 место, а 4 место Что существенно И вот что-то подобное мы хотим создать здесь, в Казахстане Есть национальный олимпийский комитет, паралимпийский комитет, это сборная страны Также студенты, федерации и сторонние лица То есть все эти люди тренируются на этой площадке Мы их оцифровываем, снимаем с них данные, их показатели Тестируем вместе с нашими партнерами Обрабатываем эту информацию То есть создаем цифровое методическое пособие То есть оно будет помогать уже непосредственно специалистам из федерации То есть выстраивать тренировочный процесс То есть более четко его анализировать На базе школы медицины будет разработан учебный курс Для подготовки специалистов спорта высших достижений И открыт центр реабилитации спортивных травм Кроме того, все залы оснащены самым современным оборудованием В том числе видеокамерами Благодаря которым наставники в режиме реального времени Смогут контролировать тренировочный процесс По всему периметру на дне находятся видеокамеры Которые также собирают информацию То есть тренеры уже могут какие-то тактические моменты отрабатывать И также на потолке На потолке и там на руке везде находятся камеры Которые в прямом эфире могут также на табло Транслировать Собственно то, что происходит То, что они снимают Ну, помогает в тренировочном процессе И, естественно, потом аналитики уже Когда без спешки Могут проанализировать эти данные Изначально это все предназначено для студентов То есть те, которые учатся на базе университета В этом году мы немного переделали программу для студенческого спорта То есть руководство университета в принципе поощряет В первую очередь, конечно, академическое То есть Назарбаев университет У него основное направление все-таки академическое Но сейчас уже потихоньку начинается Исплоняться в сторону спорта Потому что, в принципе, и дети учатся лучше Когда они физически здоровые и активные Поэтому планируем также на следующий год В университете уже какие-то хорошие результаты показать Поэтому у нас сформированы сейчас на саде формирования Сборная по плаванию университетская Под вопросом сборная по водному полу Легкоатлетическая сборная, баскетбольная и волейбольная Все понимают, что студенческий спорт кузница для профессиональных клубов Сейчас речь идет уже о создании спортивного рейтинга вузов Который позволит студентам выбирать альмаматор Не только по качеству обучения или престижности диплома Но и по уровню развития спорта Рейтинг должен повлиять на появление конкурентной среды И за желание развивать спорт Ректоры, возможно, начнут предлагать льготы И стипендии перспективным спортсменам Физиология так заложена, что формирование молодого человеческого организма Заканчивается в 24-25 годах После этого возраста уже особо что-то развивать не получается А пик развития у подростков 13-16-18 лет Поэтому это как раз студенческий возраст Основа всех их олимпийских побед как раз и начинается там, в университетах Поэтому и такое пристальное внимание У нас этого пока нет И вот так как этот университет он передовой в академической науке Так и решили, что он будет и в спортивной науке тоже передовым Поэтому мы пробуем применять вот этот опыт наших коллег западных и здесь Глобальный стратегический план он заключается в следующем То есть есть так называемое академическое время Это время, когда студенты учатся И в это академическое время как раз мы и планируем сотрудничать с нашими сборными То есть в это время, в принципе, тренировочный процесс практически так у всех и построен Там утренняя тренировка в районе 9-10 утра, вечерняя в районе 4-х То есть как раз это время, когда залы от студентов свободны И здесь тренируются профессионалы И также мы с ними пробуем договориться, чтобы они выделяли нам тренеров Для того, чтобы те тренировали уже студентов То есть такой как бы взаимозачет, да, взаимобмен, взаимозачет Чем это хорошо? Тем, что студенты тренируются действительно с профессионалами, с профессиональными тренерами Пока же у нас на развитие физической культуры среди студентов Не предусмотрены так называемые кредитные часы И поэтому во многих учебных заведениях эта дисциплина отсутствует вообще Естественно, физическое воспитание и спорт — это разные ветви направления физического совершенствования И в школах физкультура как-то еще преподается А вот молодежь, поступившая в институт, университет или академию, желая получить всестороннее образование Лишина возможности проявить себя в качестве спортсмена Поэтому предмету нет кредитных часов и в результате нет аттестации А зачем тогда молодому человеку тратить лишние силы, если это никак не оценивается? Очень хочется верить, что самому престижному вузу страны все-таки удастся добиться поставленной цели Когда студенты занимались бы спортом, вузы наращивали спортивный потенциал А страна бесперебойно получала больше чемпионов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok